Вы смотрите новости в студии Марина Кабатюк. Здравствуйте! И смотрите сегодня в нашем выпуске новостей. Опустил бюллетень и мой голос уже засчитан. На 30 депутатских кресел претендовало 150 человек. Каким получился новоиспеченный Петросовет? Предварительные итоги выборов. Земли Прионежского района лакомый кусок для многих покупателей. Рядом город, близко к озеру. Война по-соседски. В Прионеже из-за лакомый кусок земли воюют старожилы и новоселы-предприниматели. В Петрозаводске стартовала «Онежская маска». Музыкальный театр готовит торжественную церемонию вручения театральной премии престижа. В Петрозаводске прошли выборы в городской совет. В этом году горожане впервые выбирали 30 депутатов вместо 60 сроков не на 4 года, а на 5 лет. Выборы проходили с использованием новых технологий, так называемых КАИБов, комплексов автоматической обработки избирательных бюллетеней. Их поставили на 11 из 30 участков. Ольга Пименкова опробовала новые технологии. В этом году впервые в Петрозаводске жители Перевалки, Центра и Древлянки, где находится и мой избирательный участок, могли проголосовать при помощи новых электронных урн. С виду они не сильно отличаются от прежних, зато все происходит автоматически. Опустил бюллетень, и мой голос уже защитен. Новые технологии не всем избирателям дались с первого раза, но в целом практически на всех участках, где были установлены КАИБы, они отработали без сбоя. Оказались не по душе новые технологии политическим партиям. Представители некоторых из них, не доверяя технике, требовали и пытались заставить избирательные комиссии пересчитать голоса избирателей вручную. Представитель справедливой России, член комиссии, попросил от дворника выключить свет. Тот выключил свет, и КАИБ, естественно, погас. Но он не работал буквально две минуты. Свет включили, и он заработал. На одном из избирательных участков, где также произошло отключение света, голоса все же пересчитали вручную. Результаты совпали. Были и другие нарушения. За день выборов в избирательную комиссию поступило 50 жалоб на нечестную предвыборную борьбу. На вчерашний день мы получали такую информацию. В районе дома такого-то, улицы такой-то, неизвестный гражданин с автомашины подкупал водкой избирателей. Официально полиция зарегистрировала 35 случаев возможного подкупа избирателей. Сейчас по этим фактам ведется проверка. В выборах принимали участие кандидаты от пяти политических партий. Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Яблоко, ЛДПР, а также самовыдвиженцы. На 30 депутатских кресел претендовали 150 человек. Использовали свое право голоса в это воскресенье 28% горожан. К примеру, на этот избирательный участок Древлянки из 1650 человек пришли 360. По спискам мы смотрим, приходят голосовать. Семья, допустим, 5 человек, там 4. Пожилые люди все пришли проголосовали. Молодых никого. В Центр избиркоме такой явкой не очень довольны. Хотя по стране Карелия показала средний результат. Причиной невысокой активности здесь считают в целом аполитичность граждан. В школе, где работала наша съемочная группа, никаких нарушений и требований пересчитать голоса вручную не было. Поэтому уже полдевятого вечера комиссия получила результаты выборов. По официальным данным, в новый городской парламент из пяти партий не смогли пройти лишь либерал-демократы. Партия ЛДПР баллотировалась во всех 30 избирательных округах, но ни в одном из них не смогла добиться победы. Остальные места распределились следующим образом. У «Единой России» 14 мест. «Справедливую Россию» будут представлять 7 депутатов, коммунистов 5, партию «Яблоко» 3 человека. Также в новом Петросовете будет работать один самовыдвиженец. Ольга Пименкова, Ярослав Березин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Новоиспеченный Петросовет получился разношерстным. Это отмечают политологи. Но получится ли конструктивный диалог между партиями? Об этом мы поговорим со специалистом в программе «Гость в студии». Она выйдет в эфир завтра, сразу после выпуска новостей. Итоги выборов также прокомментировали лидеры политических партий Карелии. Большинство осталось недовольны итогами голосования. К примеру, от ЛДПР в Петросовет не прошел ни один депутат. А «Единая Россия» не получила запланированных 50% мандатов. «Я впервые посмотрел на все это изнутри и, честно слово, ужаснулся. Это прежде всего подкуп избирателей в той или иной форме. Пятый поселок там пьяный ходил, у них праздник был. Праздник, действительно праздник. Людей организованно подвозили. Была агитация и в день тишины, и в ночь перед выборами, и листовки. И уже непосредственно на выборах были группы людей, которые раздавали агитационный материал. Ну, наверное, так не бывает, что все довольны, все прошли. Но в целом мы считаем, что результаты неплохие. Почему? Потому что в этих выборах одна была особенность. Благодаря усилиям, скажем так, оппозиционных партий, плюс телеканала «Ника», что дали информацию по этим выборам, и как-то у людей появился интерес. А мы не случайно обратились к людям, не с призывом просто только нас поддержать, а прийти и проголосовать. А там что уж получится, как говорится. Ну, то, что получилось, то и получилось. Настроение людей показали, что сегодня монополия на власть ни у кого нет, и сегодня нужно искать варианты выхода из решения городских проблем. В целом мы оцениваем результаты позитивно. Я хотел бы напомнить, что 4 года назад мы завоевали, Единая Россия завоевала 5 мандатов из 60. Поэтому прогресс налицо. Немножко жаль, что не дотянули до 50-процентного результата. Но, как говорится, жизнь продолжается. 7 человек, конечно, это немного, но это очень существенное число. И я надеюсь, что после определенных согласований мы сможем сформировать то, представительство сегодня в Петросовете, которое сможет принимать взвешенные решения, необходимые для горожан. Судебные приставы оштрафовали администрацию Петрозаводска на 5,5 миллионов рублей. Причина – неисполнение судебных решений. В частности, городские власти не предоставили детям-сиротам положенного по закону жилья. В настоящее время администрация Петрозаводска обязана предоставить петрозаводчанам 153 жилых помещения. Так постановил суд. Однако городские власти не спешат исполнять постановление. И это при том, что в очереди на положенное по закону жилье стоят 59 детей-сирот, у которых на руках имеются удовлетворенные судебные иски. Теперь вместо того, чтобы предоставлять жилье, мэрия должна будет оплатить штрафы. Их сумма превышает 5 миллионов рублей. И, как сообщает пресс-служба судебных приставов, мэр Петрозаводска признал, что в городском бюджете нет дополнительных доходов на исполнение судебных решений. Земли Прионежского района оказались в центре скандала. В селе Деревянное вспыхнула нешуточная борьба между соседями за спорный участок территории. Борьба за кусок прионежской земли разгорелась между старожилами села и их новыми соседями-предпринимателями. И те, и другие решили не отступать и не сдаваться. Александр Гнетнев побывал на полигоне соседской войны. Земли Прионежского района – лакомый кусок для многих покупателей. Рядом город, близко к озеру. И, как выяснилось нередко, эти территории становятся эпицентром скандала. Соседи начинают вести себя далеко не по-соседски. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь заканчивается граница нашего участка. И ни шагу назад. Олег Васильевич и дома, как на войне. Его схватка с новыми соседями длится полгода. Они предприниматели, он работающий пенсионер. Потому что на сегодня мы отстегнуты одно от воды. Второе, он отключает электроэнергию. Говорит, вы с моего столба подключили, хотя столб ему не принадлежит. Третье, значит, отключает меня от канализации. Четвертое захватывает справа слева землю. И, соответственно, здесь хотят устроить еще дорогу. 250 квадратных метров земли, участок, вокруг которого кипят страсти. У пенсионеров здесь сарай. Бизнесмены хотят проложить тут дорогу. Их споры давно утонули в бумагах. На уступки не идет никто. Они хотят, чтобы я отсюда уехал. Но я приехал на 20 лет раньше, чем они. Администрация деревянского сельского поселения сразу обратилась к новым покупателям, к новым владельцам земли, чтобы они без всяких споров и без всяких скандалов сделали заезд на свой участок с другой стороны участка. Тогда бы этих споров, естественно, и не было. Но они напрочь отказались. Впрочем, по закону здесь не может быть вообще никаких построек и дорог. Это территория общего пользования. Земельный контроль выставил штраф хозяевам сарая, но ситуацию решить не смог. Люди спорят даже из-за пяти квадратных метров. Тут у нас речь идет о 250 квадратных метров, а бывают споры из-за пяти квадратных метров. Ситуация осложняется тем, что за время этого конфликта у указанных граждан, у них выработалась, скажем так, личная неприязнь друг к другу. И идти на соглашение мировое какое-то, разрешение спора в досудебном порядке они не хотят. Это кадры с нескольких камер наблюдения. Олег Васильевич установил их на фасад своего дома. Объективы направлены на спорный участок. Борьба пенсионеров и предпринимателей идет с применением современных технологий. То есть они постоянно блокируют выезд с гаража и, соответственно, ущемляя наши права таким образом. На экране люди, похожие на Аркадия Филимонова и Виктора Карпина, тех самых соседей предпринимателей. Люди на видео баррикадируют въезд в чужой гараж. Засыпают. Сейчас еще мороз на улице. Сейчас они принесут воду и будут еще заливать это все. Вот пришли с ведрами, вот заливают водой. Они ее разбили, сделали ее не на ходу. То есть она не заводится. На сегодня разбита фара, разбит бамфер, он пинает там на виде камеры. Постепенно он выбил стекла. Милиция говорит так. Снимите и покажите нам. Вот сейчас снял и показал. Уже прошло вторая неделя идет и никаких действий. Их соседи скупают землю вокруг и вплотную подошли к участку пенсионеров. Те недовольны и уверены, что это захват. Вот, 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 вот. И, значит, вот. 71 сотка у него в наличии. Мы имеем, значит, 13 на одну сотки. И огород. Они делают все возможное, чтобы нас отсюда выжить. Получается, что они полностью хотят окружить нас своими землями. Соседи Олега Васильевича считают, что это не они мешают, это им мешают. Они категорически отрицают факты порчи имущества. Мы бы хотели исходить из того, что так же, как и все граждане, хотели бы свободно пользоваться общественной и государственной землей. Тем более, которая предусмотрена, по которой предусмотрен проезд к нашим участкам. То есть не на вертолете же летать. Мы и не начинали войну, мы просто хотели воспользоваться своим правом, так же, как и 40 лет пользовался предыдущий собственник. Свои позиции участники конфликта продолжат отстаивать в судах. А значит, баталии вокруг прионерской земли еще далеки от завершения. Александр Гнетнев, Айна Телькинин, Евгений Евдокимов. Телеканал Ника Плюс. Прионежский район. Подписи под открытым письмом в Министерство здравоохранения России собирают мамы Петрозаводска. Они недовольны нынешним положением дел в инфекционной больнице города. Антисанитария и жуткие бытовые условия. Так описывают бывшие пациенты свое пребывание в этом лечебном учреждении. Истории мам, побывавших в инфекционной больнице, похожи одна на другую, как страшные сказки. На скорой они ехали в лечебное учреждение, а попали в бытовой кошмар. Жуткая духота, неоткрывающаяся фрамуга, но это, видимо, классика для этой больницы. Мы лежали тоже в большом здании. При этом из окна очень сильно дуло ночью. То есть лежать головой к окну было невозможно. Детская кроватка попыталась развалиться, когда я решила положить туда ребенка двух с половиной лет. Поэтому нам пришлось спать на одной кровати с панцирной сеткой. Свои впечатления о ужасах нашей медицины мамочки, побывавшие в инфекционке, теперь выкладывают в группе ВКонтакте. Комментарии, как говорится, в этом случае излишни. Но это не вина, а беда нашей медицины. Уже много лет больница получает только 20% от суммы, которая необходима. Об этом главный врач больницы рассказал на встрече с мамами. Но говорить об этом с нами она отказалась. Никаких интервью давать не будет. У нас карантин по гриппу. Вообще сказала, как вы прошли сюда. Малышей в инфекционную больницу привозят зачастую в состоянии между жизнью и смертью. И практически все мамы в своих отзывах отмечают, врачи и медсестры делают и возможное, и невозможное, чтобы спасти детей. Поэтому родители обратились в Карельский Минздрав с просьбой обратить внимание на плачевное состояние инфекционной больницы. Ответ их, мягко говоря, удивил. Министерство здравоохранения открытым текстом, я могу показать, пишет, что нормы в больнице санитарные соблюдаются. Все прекрасно. Посмотрите. Санитарный эпидемиологический режим ГУС РИП соответствует установленным санитарным нормам и правилам к инфекционным стационарам. Случаи внутрибольничной инфекции не зарегистрированы в 2010 году. С ответом неравнодушные мамочки не согласились. По санитарным нормам в инфекционной больнице должны проводить проветривание 4 раза в сутки. Но при заколоченных фрамугах это невозможно. А значит, нарушения все же есть. И теперь родители Петрозаводска собирают подписи под открытым письмом министру здравоохранения России. Ведь никто не застрахован от того, что придется лечь с ребенком в инфекционную больницу снова. Ольга Пименкова, Ярослав Березин, телеканал НИКО+. В Петрозаводске стартовала онежская маска. О подробностях после рекламы. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Современный малоэтажный жилой комплекс Снегири на улице Университетской. Экологически чистый квартал с продуманной инфраструктурой. Мы предусмотрели все, чтобы обеспечить доступный европейский комфорт для вас и вашей семьи. Стройинвест КСМ. Будущее строится сейчас. Тайна вашей ночи. Магазин постельного белья «Бастет». В магазине Позитроника ты купишь ноутбук Тошиба с Wi-Fi, Bluetooth и веб-камерой всего за 7,990. Круто! Позитроника. Коголевский центр. Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводск, аэропорт Бесовец, Москва, аэропорт Домодедово и обратно. Время перелета 1 час 20 минут. Цените свое время. Бронируйте билеты на сайте руслайн.аэро. Или приобретайте во всех агентствах воздушных сообщений города. Инсульт. Инфаркт. Страшные последствия гипертонии. Гипертония – это спазм сосудов и высокая вязкость крови. Молекулы углекислого газа расширяют сосуды, а озон разжижает кровь. Уникальные методики лечения гипертонии без лекарств. В Косной клинике. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Сегодня в Петрозаводске начались спектакли номинантов на премию «Онежская маска». В течение недели все профессиональные театры карельской столицы покажут на своей сцене лучшие работы. Оценивать их приглашены известные театральные критики и искусствоведы из Санкт-Петербурга. Учредитель премии «Онежская маска» – Республиканское министерство культуры, организатор «Союз театральных деятелей Карелии» и на этот раз «Музыкальный театр». По семи номинациям все профессиональные театральные коллективы представили списки претендентов. Их выбирали в труппах. Среди номинантов – «Песни синего неба» – «Национальный театр», «Щелкунчик музыкальный», «В ожидании года» – «Негосударственный театр от Либеру» и «Аня в стране чудес» – «Театр кукол Карелии». Торжественная церемония вручения премии пройдет 26 марта на сцене музыкального театра Карелии. И, как обещают организаторы, это станет отдельным событием в театральной жизни республики. Подробнее о том, каковы критерии отбора при присуждении театральной премии «Онежская маска» и о сюрпризах, которые приготовлены для церемонии в музыкальном театре, смотрите завтра, во вторник, в программе «Вопросы и ответы» в 19.00. Ну и сразу после нашего выпуска смотрите программу «Подшивка». О новости к этому часу все. О самом важном и интересном мы расскажем вам, но уже в нашем следующем выпуске. Всего доброго, до свидания. Весенние покупки в Шансе – это праздник. Ноутбук HP всего за 16 490 и сумка в подарок. Велосипеды для спорта и отдыха. Комплектующие, а также ролики и скейты. Магазин «Спорт Экстрим» в развлекательном центре «Горка». Наше радио представляет 25 марта в клубе «Капитал» Иван Демьян и группа «7Б». Начало в 7 вечера. Подобности на сайте наша.карелия.ру Украшения с международной выставки «Джунвекс-2011» уже в Петрозаводске. Жемчуг всех известных видов. Новые веяния в плетении золотых украшений. Кристаллы Сваровские ждут вас во всех салонах сети. Золотой овен. Дарите роскошь. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Ммм, я со вчерашнего вечера ничего не ел. Всю ночь ничего не ел. Но теперь-то я поем кашку, блинчики, омлетик. С 8.30 до 11 утра завтраки в ресторане «Бестро Фьюжн». Нет, современная молодежь этого не помнит. Тогда все было настоящее, и люди умели отдыхать. Начиная с 26 марта и каждую субботу в здании Национального театра танцы, бар, живая музыка и караоке. Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. «Карелия Аква». Новая питьевая вода. Впервые в Петрозаводске большой сольный концерт «Максим». 3 апреля в 19 часов на сцене ДК «Машиностроитель». Телефон 63 05 90. Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим. Рекламное агентство «Прома».